Нужно понимать, что те вот люди, которые еще вчера, буквально, ну позавчера говорили, что там давайте теперь на выборах мы там что-то на умным голосованием победим, я думаю, что они даже это уже больше не повторят, потому что это бессмысленно. Нужно повторять такое, это сейчас крамола, сейчас нужно говорить только о революции, только о восстании, только о низложении Путина силовым путем, только об этом нужно говорить, больше ни о чем, и только это нужно делать, больше ничего делать не нужно. Дальше, если мы будем просто выходить каждую неделю, значит мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых, и будет парализована работа штабов, и будет невозможна работа по выборам, ну как бы уже за просто так. Алексей от нас просит сконцентрироваться на осененном голосовании, доставать Алексея из тюрьмы, мы будем прежде всего внешнеполитическими методами, как я уже сказал, взяв путинских дружков за одно место и действуя на них через их деньги, через наш санкционный список. Я так понимаю, пишет ФБК предали Алексея, ну не знаю, насчет предали, сейчас я думаю, что вы не правы, я думаю, что они затихарились, им сказали, это обычная адвокатская разводка, вы там затихаритесь, да, там не надо ни в коем случае пока дразнить, пока там приговор, может быть, там приговор будет как-то помян. Да, там может быть, не связан с лишением свободы и так далее. Поэтому такое странное поведение в воскресенье у них было, очень странное поведение. Почему? Потому что, ну, возможно, а вдруг Вова не решится? И это большая очень ошибка, понимаете? Вот я вам скажу одну вещь, которую я всегда говорил, и это цитата Мальцева, да, цитата из 90-х годов, когда я рассказывал своим бойцам про годы, гопников, про всякую хрень. Я говорил, что для подонка все, что не сила, то слабость. Вот Вова гопник, Вова подонок, и если не проявляется сила в отношении его, он воспринимает это как слабость. Ну, вот по аналогии с любым другим гопником, пока ты не дашь ему люлей, он не будет себя уважать, он не будет с тобой разговаривать, он будет с тобой быковать, понимаете? Вот так устроен гопник, понимаете? Нет никакого другого, ни слова, ни закон, даже его собственный закон, ни внутренний его мир, ничто его не остановит, потому что он козел, гопник и злодей, который добрался до высшей власти. Бандит добрался до высшей власти. Что может быть еще страшнее? Я Анна Шкалова, активист Шиеса. На данный момент у нас перекрыты все дороги на станцию Шиес. У нас находится на станции Шиес лагерь. Лагерь находится законно, он стоит, палатки стоят, люди наблюдают, люди хотят быть информированы, но на сегодняшний день в 8 утра в сторону лагеря приехало 11 полицейских машин. ДПСники перекрыли все дороги. Сейчас на данный момент не пускают в рабочий поезд активистов, которые хотели бы приехать в лагерь. В поезд пришли, сели полицейские, строго-настрого запретили проводницам пускать кого-либо. С ребятами связь утеряна, уже происходит силовой разгон лагеря. Одного активиста Андрея Банечка арестовали. Он находился на горе, на пост гора у нас. Дежурил, вел наблюдение. Пришли 4 полицейских, скрутили руки и увели. На территории станции Шиес находится еще полицейский участок. В тот период времени мы были еще на связи с ребятами, а сейчас с лагерем связь утеряна. И добраться до лагеря просто нет на данный момент возможности. Важно, как я вам и говорил, важен импетус, толчок. То есть причин, по которым можно посадить Путина на кол по решению трибунала, по которым должна произойти революция, по которым народ России должен пройти с огнем и мечом, повыкорчевывать всех этих путинских пидоров и всех их урепать. Этих причин очень много. То есть эти причины просто зашкаливают. Но причины сами по себе не являются ничем без вот этого толчка, без импетуса. Обязательно должен быть толчок. Какой он? В виде чего? Я не знаю. То ли в виде того, что Путин начнет стрелять в людей, то ли в виде того, что Путин Навального посадил и вытер ноги обо всех таким образом. Самое главное, вытер ноги о правосудии. Поэтому я думаю, что мы сейчас можем сколько угодно гадать, какой будет этот толчок и никогда не угадаем. Важно другое, что сейчас все созрело. То есть вот, чтобы сошла лавина, все уже есть. Уклон, снег, все есть. Осталось только свистнуть. Как свистнуть? Никакая, я знаю. Будет этот свист, выстрел. Что это будет? Какой это будет толчок? Но что он будет, это безусловно. Потому что мир так устроен, что он иногда содрогается. Освободи себя. Продолжение следует...